Ну а мы уже готовы сейчас пообщаться в прямом эфире с коллегами из Керчи, конкретно с Дашей Зиминой. Даша, доброе утро. Расскажи, пожалуйста, какой волонтерской деятельностью занимаются дети на востоке Крыма? Коллеги, доброе утро. Да, в Керчи появилось подразделение Общероссийской детской общественной организации юных разведчиков. За полгода в состав филиала вступили 35 юных волонтеров. О том, чем занимаются скауты, нам сегодня расскажет Станислав Матвеев, руководитель Керченского отделения организации юных разведчиков. Доброе утро, Станислав. Здравствуйте. Я знаю, что подразделение было создано на базе Керчи-Никальского общества истории древности, где, кстати, вы являетесь президентом, руководителем. Расскажите, какого возраста ребята могут вступить в это подразделение юных разведчиков? Ну, начать нужно с того, что это старейшая организация детская в России. В прошлом году мы отметили 110 лет. И почему она такая живучая? Собственно, потому что она охватывает возраст, с которым мы работаем дети, от 7 лет и до фактически 18 вступления в взрослую жизнь. Поэтому у нас в процессе нашей добровольческой деятельности в прошлом году на памятниках, на братских могилах было некоторое количество детей, и мы озаботились тем, в какую бы форму это все облечь. И так как некоторые взрослые добровольцы в свое время тоже были скаутами в другой стране, правда, мы решили попробовать. Начали со своих детей и в итоге получили из двух, значит, человек, наших детей личных, мы получили в итоге, значит, уже подразделение, несколько подразделений. Стави волчат и белочек, отряд разведчиков и группу витязей и дружинец, то есть взрослых скаутов или разведчиков, скажем так. Чем занимаются? Основные направления деятельности это патриотическое воспитание, краеведение, родиноведение, техника пешеходного туризма, выживание, оказание первой помощи, то есть много-много-много всего. Основная задача это развитие человека как личности. Работаем, не знаю, много-очень-очень много можно рассказывать, и долго, к сожалению, время ограничено, поэтому... Да, какая-то волонтерская деятельность по поводу уборки памятников. Вот именно поэтому, да, мы когда решили создавать, нам нужно было это все оформить в каком-то виде, да, а разведческий метод, ну, как по-русски его называем, или скаутский метод позволяет правильно построить систему мотивации детей, да, значит, и ориентировать ее в нужное русло, потому что мы великолепно помним пример пионерской организации в Советском Союзе. Пионерская организация создавалась как раз в свое время, значит, взяв за пример скаутское движение до революции. Вот, и поэтому, как бы сейчас у нас уже есть некоторое количество, значит, групп определенных, которые буквально вот сейчас чуть-чуть потеплеет, мы начнем выходить уже на работы, связанные с благоустройством памятников. В первую очередь у нас в этом году большая дата, ну, и в том числе и, значит, проекты, возможно, связанные с экологией. Угу. Станислав, я знаю, что недавно вас и также других волонтеров наградили почетными знаками. Расскажите нам. Да. За что? Почему? Мы в прошлом году провели 50 субботников, привлекли большое количество добровольцев, субботники по благоустройству братских могил. И в связи с этим, значит, глава администрации отметил нас знаками. Замечательно. Станислав, я поздравляю вас, также ваших коллег, желаю успеха вам в вашей деятельности. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Мы были очень рады вас видеть у нас в гостях. Коллеги, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Станислав Матвеев, руководитель Керченского отделения общественной организации юных разведчиков. На этом у меня все. Вам слово. Спасибо большое, Даша. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Я напоминаю, что с нами на связи была корреспондентка радиокомпании «Крым» Дарья Зимина из Керчи.